Привет. Я Алексей. Ведущий передачи День. Люди. События. 15 ноября. Чем запомнился этот день? В СССР состоялась первая звуковая телепередача. Передача изображения на расстоянии была давней мечтой человечества. Два достижения – кино, Великий Немой, и радио, Великая Невидимка, должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. Можно выделить несколько этапов становления отечественного телевидения. Первым из них было вещание на аппаратуре с механической разверткой, начало которому было положено 1 октября 1931 года и велось из студии при Московском радиоузле, располагавшемся по адресу улицы 25 октября, 7, ныне Никольская. Сегодня здесь размещена мемориальная доска. В 1934 году создается следующее поколение малострочной механической телевизионной техники. Переход на звуковое телевидение требовал хотя бы двух изолированных друг от друга помещений, в одном из них должна была располагаться аппаратная, телевизионная камера, в другом – павильон для передач. Второе событие этого дня. В Москве началось регулярное движение троллейбусов. Первый московский троллейбус был впущен 15 ноября 1933 года. Он прошел от Тверской заставы, Белорусский вокзал, до села Всехсвятская, район станции метро «Сокол». Впервые идея постройки троллейбусных линий на пригородных направлениях в Москве была высказана в 1924 году. Она возникла вновь в конце 1932 года. Отечественной промышленности было поручено изготовить два опытных троллейбуса на основе отечественных узлов. Обе машины получили индекс ЛК «Лазарь Каганович», по имени инициатора ведения в Москве троллейбусного сообщения. Первые машины было решено пустить на загородном участке, и в октябре 1933 года на Ленинградском шоссе от Тверской заставы до моста окружной железной дороги в Покровском стрешневе была смонтирована троллейбусная линия длиной 7,5 километра.